Это последние минуты жизни Анапчанки Анны с Ныткиной. На камерах видеонаблюдение видно. Девушка убедилась, что ее пропускают и уже почти перешла проезжую часть. Но на крайней полосе автомобиль ВАЗ на скорости сбивает ее прямо на пешеходном переходе. Вместе с девушкой погибает и ее нерожденный ребенок. Анна была на четвертом месяце беременности. Также у погибшей остались муж и восьмилетняя дочка. Ее просто не увидели. Просто не увидел человек, который был в очках, который плохо видел. Я просто в таком скоротечном мире, люди, пассажиры, водители, пешеходы, пожалуйста, смотрите на дорогу. Потому что прерывается жизнь молодых людей. Такая травма, такая утрата для всей семьи, для нашей. Уважайте друг друга, пешеходы, смотрите дороги. В память о бане на девятый день родственники и друзья организовали траурный автопробег. Сформированная колонна проследовала к месту гибели. Здесь настоятель храма Серафима Саровского, отец Александр, провел траурную церемонию. Пообщался с близкими и осветил место трагедии. Автоколонна продолжила свое движение в сторону городского кладбища. Здесь священнослужитель также провел прощальную панихиду, а близкие друзья возложили на могилу цветы и венки. В отделе ГИБТД отмечают, большинство аварий происходит из-за невнимательности участников дорожного движения. Особенно бдительным следует быть водителем, ведь на них лежит ответственность, в том числе и уголовная. В первую очередь водителю необходимо знать, если он приближается к нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо сбавить скорость, убедиться в том, что отсутствует на пешеходном переходе пешеход и в дальнейшем уже продолжает движение. На 68-летнего водителя заведено уголовное дело. За свою невнимательность ему придется ответить по всей строгости закона. Участники автопробега надеются, что им удалось привлечь внимание к проблеме, и впредь водители и пешеходы будут еще более внимательными на дорогах. Руслан Душевский, Анапа. Регион.